Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня хочу показать вам оформление клумбы за двором. У нас имеется клумба, одна длинная, здесь вход в калитку, то есть во двор, маленькая и там дальше чуть побольше. Первое, что мы сделали, это срезали газон, который тут у нас был. После этого мы переделали систему полива и сейчас будем планировать участок и сожрать клумбу. И покажем вам процесс. Поехали! Субтитры подогнал «Симон» 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 так мы сделали лумбу и хотелось бы вкратце рассказать что в какой очередности мы делали первое что мы сделали это перенесли дождеватели вот они у нас находятся они стояли у нас с той стороны вот так как воде много железа мы поставили форсунки которые у нас не достают до забора и в принципе эта клумба мало требовательная к воде то есть она требовательная в начале когда все разрастется полив скорее всего будет уже регулироваться на очень экономичный режим второе что мы сделали это убрали газон срезали газон полностью вот для того чтобы освободить место для посадки после того как срезали газон выровняли всю площадь приступили к посадкам то есть я расставил горшки на площади где они будут расти вот и собственно мы посадили именно там где им и положено быть по плану здесь было три варианта клумбы но клиенты выбрали один самый малоуходный в принципе этот можжевельник он будет требовать ухода только в самом начале отдельно хотелось бы сказать о геотекстиле почему мы не кладем его под кору мы считаем что под органический материал геотекстиль не нужен это все-таки синтетика и бывает так что где-то края его выскакивают и он портит вид клумбы к тому же кора это органический материал и она со временем перегнивает подкисляя почву то есть отдает какие-то питательные вещества которых в ней мало но все же они есть отдает питательные вещества в почву и для того чтобы поддерживать ее декоративный вид достаточно раза в два года слегка ее подсыпать вот если вы например стелите здесь мраморную крошку либо какой-то камешек который имеет вес он тяжелый плотный и он проваливается в грунт вот там геотекстиль это вот просто must have здесь же он не нужен в опилках если вы там мульчируете шишками к любым органическим материалом он не нужен но это мое мнение а по поводу ограничения роста сорняков я вам скажу если достаточно хороший слой коры как здесь в 5 сантиметров вот он служит как одеяло и предохраняет почву от перегрева и соответственно семена они так быстро просыпаются с сорняками здесь бороться достаточно просто вот тем более кора подкисляет почву как известно не все сорняки любят кислую почву что хотелось бы сказать отдельно по поводу сложностей которые могут возникнуть на этих клумбах надо будет следить именно за кислотностью почвы то есть если наши можжевельники начнут терять цвет либо появится мох где-то между вкраплениями коры то надо будет внести раскислитель собственно это может быть доломитная мука либо известь либо же зола например ну и соответственно обновить кору чтобы декоративный эффект продолжился и так что у нас здесь растет основными растениями является туя западная сморагд сорт называется это она у нас добавляет высоты здесь у нас их собственно 6 штук они все у нас расположены симметрично то есть симметрично входу симметрично именно на клумбах и повторяют рисунок далее подбиваются можжевельником old gold среднем и есть минжалеб минжалеб дает у нас зеленый цвет поддерживает тую old gold у нас золотистого цвета и на переднем плане фоном служит можжевельник blue chip вот так он выглядит такого сизого даже синего скажем цвета эта клумба приобретет полную декоративность где-то примерно через три года в следующем году можжевельники отрастут достаточно увеличится как минимум вдвое и уже на третий год они уже займут всю свою нужную площадь вот клумба это является малоуходной можжевельники очень неприхотливые растения единственное что здесь представлено прихотливыми это туя она требовательна именно к влаге ну благодаря тому что у нас есть автоматический полив я думаю что с ней все будет в порядке подкормки тоже требует очень редко как правило это раз в год весной может быть два раза в год специальными удобрениями с включениями магния из минимум азота хочется сказать о преимуществах и недостатках этой клумбы ну первое это недостаток это в том что она выглядит всегда одинаково здесь нет цветущих растений соответственно выглядит она круглый год одинаково но это как можно считать недостатком так и преимуществом так как декоративность весь год это тоже очень большое преимущество еще одно очень важное преимущество это то что она не требует много воды так как кора закрывает землю и соответственно испарения у нас нет поэтому поливать ее нужно не часто что в принципе за двором просто вот самая необходимая вещь третье преимущество это малоуходность так как растения эти закроют со временем всю почву будет у нас красивая красивый рисунок красивая клумба и сорнякам просто не останется места у нас здесь засыпана кора она действует как одеяло то есть она предохраняет почву от солнечных лучей она не так нагревается и соответственно сорняки не так быстро пробуждаются вырывать их между корой тоже будет достаточно легко все это будет делаться вручную проблемы могут составить только соседние деревья вот как здесь осенью когда будет листва падать в кору ее будет достаточно сложно выбирать вот ну а в общем в принципе каких-то проблем с клумбой не должно наблюдаться что касается вредителей здесь особенно надо будет следить за клещом вот который все эти культуры поражают ну я думаю что в процессе ухода мы будем за этим смотреть всем спасибо за просмотр если вам понравился такой формат видео ставьте лайки пишите об этом в комментариях и мы будем стараться снимать больше